Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет коротусенькое видео с не очень хорошими пустыми банками за апрель месяц. Их всего вот прям капелька, то есть видео будет прям, не знаю, минут до пять, наверное, ну ладно. Главное, что хороших пустых банок было больше, поэтому это приятно. Давайте, значит, начну с такого не самого плохого, да, то есть здесь на самом деле меня удивил этот выбор, то есть это пустая баночка моей мамы, это тоник от бренда Simple из подружки. У меня когда-то был этот тоник, то есть, ну как бы, я не скажу, что он у меня вызвал какие-то супер эмоции, вот, но у меня кожа нормальная, как бы, и мне, видимо, было ок. У мамы кожа жирная, и, как бы, ну, она его там схватила, да, просто потому что, чтобы какой-то тоник был. И, в общем, она как-то, в общем, не впечатлилась от него, что, типа, он, во-первых, очень как-то быстро у него закончился, то есть обычно у него всё это, да, как-то гораздо экономичнее происходит. А тут она говорит, я не знаю, я его не поняла, то есть она там те же, например, вот от Ariflame она просила у меня, ей нравится серия для жирной кожи, она на утро использует, например, там, умывалку и тоник, и вот прям пищит уже много раз, она это повторяла, ей нравится, да, там, на то же утро. А здесь, она говорит, я не понимаю его, типа, что он там успокаивающий, ещё что-то, да, но я ещё, когда она его купила, говорю, ну, он, типа, у мамы есть куперос небольшой, думаю, ну, как раз, да, нормально то, что он там, типа, салой или что-то такое, я уже не помню, потому что давно он у меня достаточно был. Не зашёл я ей абсолютно, то есть она говорит, вот, я, типа, больше его не буду брать, типа, какой-то он, типа, не очень. Думаю, ну, не очень, так не очень, ладно, как бы, вот, поэтому, вот, называется, да, сколько людей, столько мнений, то есть для меня, как бы, когда я его использовала, ну, то есть, я не знаю, в том году, не помню, в общем, неважно, просто, типа, базовый тоник стандартный, вот, а мама сказала, что, как бы, на жирную кожу вообще не фонтан, ну, значит, не фонтан. Дальше, Леврана Мицеллярка Ромашка Зелёный Чай, тоже, кстати, как-то у меня она быстро подзакончилась. Какие к ней претензии? Слабовато, просто в качестве лицо смыть хорошо, с глазами справляется хреново, то есть, в частности, например, вот, межресничку, да, у меня тот же карандаш от Романовой, или там у меня вот этот карандаш Диего де Ла Палмо, да, межресничку, просто чёрный карандаш, да, он стойкий, но он не водостойкий, но прям катастрофически тяжело она с этим справлялась, то есть, я не скажу, что это тоже там какой-то суперплохой продукт, но вот он просто свои функции выполняет не до конца и, как бы, и всё. То есть, не самая хорошая мицеллярка просто, то есть, если вы там минимально красите, что у вас там чуть-чуть, там, я не знаю, консилер, да, реснички, да, тушью, то, наверное, вам этого хватит, но, как бы, мне не очень понравилось, и я повторять не буду. Дальше, дезодорант от Рексона, на удивление, да, то, что он, типа, невидимая, какая претензия? Он работает, и даже в зале он работает, но я его закинула в плохие пустые банки, почему? Написано невидимый, то есть, типа, чёрная и белая, да, здесь нарисована одежда, адски пачкает чёрную одежду, ну, любую, тёмную, да, убегает, то есть, на белой такого нету, да, то есть, каких-то там жёлтых пятен, ещё что-то, но на чёрной, на тёмных каких-то вещах просто не дай бог, то есть, вам приходится одеваться просто вот-вот-вот как-то вот так вот, да, как робот, потому что не дай бог вам задеть, просто у вас вот это всё, вот эта вся сторона будет вся просто в белёсом налёте. И я уже пробовала то, что и сразу одеваться, и не сразу одеваться, и толку всё равно чёрная одежда пачкается, и ужасно пачкается, то есть, не знаю, при том, что это очень обидно, потому что он работает как бы, то есть, он защищает хорошо, и даже для тренировки в зал это тоже годится. Но почему он такая зараза пачкается, я не понимаю. Так, то, что тоже я уже ругала не раз, это Lash Free, Curban Decay, тушь. Ну, это типа пробник, да, неполный размер, тоже отвратительная тушь, слишком жирная, слишком её много, ужасная щётка, всё это неудобно, всё это грязно. Если вы, тем более, с макияжем на вы, и как-то, да, ещё ручки не заточены, да, аккуратно там как-то глаза красить, фу, просто фу. Тоже я с ней уже после того, когда вам сняла разочарование, я с ней билась, 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 думаю, ну, я попробую, ну, как-то, может быть, она, ей же туши, типа, когда, типа, раскрашиваются, да, то есть, через две недели, там, через три, они вроде как-то относятся лучше. Ни хрена, я уже сколько с ней бьюсь, а толку нет. И ужасная тушь, не стоит она ни копейки, своих денег тем более, при том, что Urban Decay такой хороший бренд, и есть у них хорошие туши, то есть, у меня там из любимых, там, в Urban Decay есть Perversion тушь, при том, что там пушистая щётка, что я не люблю, но реснище просто вот суперские с ней. Это нет, вообще нет. И последнее, что покажу, это у нас Mixed соль для ванны, для похудения, в общем, типа, от отёков с магнезией. То, что сейчас в тренде, да, это, типа, то, что называется Epsom, сейчас, Epsom Sol, да, бренд основной сделал, английская соль, вот, то, что это сейчас называется, да, то есть, многие бренды это делают, ну, и Mixed решил тоже под этот, под шумок сделать. Но тут, как бы, во-первых, достаточно много всего в составе, да, но это ладно. Здесь она идёт с тем, что она с блёстками. Я сейчас попробую вам это показать. То есть, я её не добила, я вот на два раза решила попробовать, да, то есть, часть, попробую, будет ли видно. Вот она, в принципе, жёлтая. Не знаю, насколько видно вот это сверкание, да, какое-то. Ну, что-то вроде даже видно. То есть, пахнет она достаточно приятно. Я не скажу, что там она как-то плохо пахнет или ещё что-то. Но, во-первых, вот эти блёстки, да, то есть, вы когда в ванну это всё высыпаете, такое ощущение, что всё это остаётся вот на воде таким налётом, как плёнкой. И потом эта вся плёнка остаётся на вас. И вы даже душем смыть это не можете. И почему, собственно, я не стала второй раз это добивать? Потому что я одово чесалась после неё. То есть, у меня жутко чесались ноги, всё от этих блёсток, и я мылась раза три после этой ванны. То есть, я скрабами натиралась, либо хоть как-то смыть эти блёстки. А потом замазывалась кремами для тела, потому что, как бы, ну, такое. Не понравилось абсолютно. Ужасное средство. То есть, да, здесь написано, содержит перламутровые микрочастицы. Да. Но я не знаю, на какой хрен они здесь нужны, потому что они жутко раздражают кожу. И это при том, что у меня вообще нечувствительная кожа тела. То есть, меня можно, мне кажется, чем угодно намазать, и мне будет пофигу. Представляете? То есть, кто вот у меня чувствительный, кто сухокожек, у кого там, да, какие-то кожные, может быть, состояния, да. Просто провал из провалов. Это вот, я даже не знаю, зачем это нужно. Может быть, если бы она была обязательно и блёсток, было бы то ок, как бы, да. Но нет, это прям просто провал. Запоминайте упаковку и не покупайте. Собственно, вот на такой, да, достаточно злой ноте у нас заканчивается это видео. Вот такие провальные пустые баночки апреля у нас получились. Слава богу, немного, но вот что есть, то есть. Всё, заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.